Всем привет, друзья! С вами Ирина Корнева, и мы сегодня с вами отправляемся на свадьбу Борислава и Ксюши. Ребята уже достаточно давно вместе, и вот они решили сделать себе свадьбу. У них уже даже есть сыночек, но они, несмотря на это, решили сделать свадьбу своей мечты. Мы сегодня едем в самый центр Москвы, в красивейший ресторан «Франдот», и я вам много чего буду показывать и рассказывать. Готовы? Погнали! Корнева Ирина! Ну что, ребятушки, мы приехали на площадку, и у нас сразу перестановочка, потому что мне не понравилось, как стоит президиум. Мы решили его переставить, передвигаем, потому что, получается, президиум стоит здесь, здесь у нас экраны, молодоженый смотрит сбоку. Это не особо, не здесь хорошо. Немножко туда, Наташ, немножко туда, да. Я бы еще подвинула. Относительно колонн еще туда немножко, левее. Нормуль. И ставим президиум сюда же, а здесь подоставим гостевые. Так, у нас сегодня много оборудования, у нас будет кавер-группа, будет, несмотря на то, что зал достаточно небольшой, при всем при этом хотим прям сделать пушку, пушку-бомбу, называется, ракету-бомбу-петарда. Здесь стоит большой экран, много света, сейчас пока темно, но когда мы включим весь свет, будет офигенно красиво все это увидеть, будет очень здорово. Так, ну, так как мы немножко поменяли все-таки расстановку, у нас, получается, и оборудование все тоже меняется. Вот этот вот тотем мы сейчас уберем, потому что он у нас мешает, падает в кадр, это некрасиво. И оттуда тотем мы тоже переставляем вот сюда, вот к этой колонне, потому что иначе тоже некрасиво получается, что он стоит за президиумом. То есть нам надо максимально освободить президиум и сделать так, чтобы со стороны президиума ничего не попадало. Вот если вы сами организовываете мероприятие, тоже обращайте на это внимание, что никаких проводов, стоек, колонок и прочего не должно быть со стороны президиума. Президиум должен быть, знаете, такой вот невинный. Здесь не должно быть ничего, кроме какой-то красоты, кроме красивых цветов, кроме красивого стола, дорожки там и так далее. Так, друзья мои, ну что, у нас уже готова церемония. Я вам сейчас покажу, как это все выглядит. У нас сегодня большая красивая арочка. Позади этой арки красивая статуя, но мы намеренно закрыли эту статую, потому что... Сейчас я покажу, почему. Потому что там обнаженный мужчина, поэтому мы решили закрыть эту статую и сделать вот такую печать. Здесь арка красивая, переходящая в композиции, которая наверху. Цветы практически полностью живые сегодня. Аромат стоит потрясающий, могу вам сказать. И мы постелили достаточно большую дорожку, чтобы было прям вот очень эффектно, чтобы было очень эффектно, чтобы было очень красиво. Здесь у нас будут стоять стульчики для наших гостей с одной и с другой стороны. И наша невеста сегодня пройдет по этой дорожке. И именно здесь они, Борислав и Ксения, скажут друг другу заветные. Да, заметьте, что арка, она достаточно большая. То есть, если посмотреть в человеческий рост... Сейчас я устану. Человеческий рост. То она прям, прям очень большая. Следит за мной камера, не могу вам показать. Помимо того, что мы сделали арку, помимо того, что мы сделали дорожку сегодня, помимо того, что здесь у нас станут стульчики, мы еще поставили тотемы со светом. Световые головы у нас стоят на церемонии с одной, с другой стороны стоят световые головы на церемонии. И поставили оборудование. Оборудование мы будем немножко смещать, чтобы оно не попадало у нас в кадр, чтобы это было максимально все эффектно и красиво. Опять же, если делать такую общую фотографию, будет очень здорово. Вот это наши композиции тоже стоят, они пойдут на костевые столы. В общем, сегодня будет действительно очень здорово и красиво. Ребяточки, оборудование на церемонии тоже нужно будет немножко переставить. Кто за оборудование? Потому что там они не должны так стоять. Световое или звуковое? Звуковое. Звуковое не должно стоять возле арки. Это прям крайне плохо. Его надо будет переставить. Наташ, вот сюда немножко, тюнь-тюнь-тюнь, вот эту вот композюльку. Пока мы здесь монтируемся, все фотографируются на нашей арке. Да, считается, что вот. Все невесты перефотографируются сегодня на нашей арке, я так чувствую. Все. Так обидно всегда. Обидно? Кто-то платит, а кто-то приходит и бесплатно фотографируется. Так, у нас практически уже готов президиум. Мы добавили дорожку. Добавили композиции. Раз, композицию. Два, не, ну с дорожкой, конечно, совсем другой вид, хочу сказать. Это вообще другая история. Хоть Андрей и не хотел, говорил, что это будет некрасиво и все такое. Ну, конечно, это совсем другой вид. Так, я могу сказать, что лакшери-бенд работает по таймингу. Четенько. Время 13.02 сейчас, и они закончили чек. Прям вот четенько. Первое достижение. Первое достижение за сегодня. Не нашли парковку, но работают по таймингу. Все хорошо. Церемония проходит в Аликтийском дворике. То есть она проходит в самом таком красивом месте ресторана. И все молодожены, которые есть сегодня в ресторане, все фотографируются с нашей красивой Арочкой. Все. Нет, нам не жалко, в общем-то. Но делалось это все-таки все для Бориславы и Ксении, конечно. План рассадки Борислава и Ксюши. Гости зайдут, их будут встречать план рассадки. Здесь будут стоять стульчики. И здесь же пройдет церемония. Обратите внимание, что изначально колонки стояли по бокам. Я попросила технику убрать колонки, чтобы их не было видно. У нас вот эта колонка одна спрятана здесь, вторая колонка спрятана там. Ну, то есть если посмотреть в общей сложности, то колонки вообще никаким образом не попадают в кадр. План рассадки у нас, кстати, сочетается с менюшками. Вот, скажем, меню. Каждый гость будет сегодня выбирать, может выбрать горячее блюдо. Напечатали специальное меню. И у нас приглашение, сайт приглашения, в общем-то, тоже в таком же стиле был сделан. Гости, зайдя, смогут посмотреть, где они сидят. Ну что, первый трошачок за сегодняшний день. Вырубился свет. И Паша, наш световик, который три часа реально настраивал все это, прописывал программу. Он прописал уже три программы. Одну на фотосессию, другую на банкет, третью на выступление каверов. И что вы думаете, вырубился свет и программа не сохранились. Паша, твои впечатления, твои ощущения. Ира, ты счастлив? Ну, короче, я не знаю, не знаю на самом деле. Так мы успеем? Да? Проще будет? Но это не точно, да? У нас пришел вид. Не шутить. И начался чек микрофона. Ну что ж. Ой, такие тарелочки красивые, как у моей бабушки. Между прочим, это очень дорогой фарфор. Наташа, я убью тебя, я убью тебя, лодочник, Наталия, утоли мои. Наташа, ну ты же за красоту же, я же знаешь, что ты за красоту. Давай мы поставим осторожную лазу и стеклянулись. Ты знаешь, да хочется жить. Ха-ха-ха, короче, придумай что-нибудь, чтобы пультовая была красивая. Наташа, ты же творец. Какая музыка? Ты же творец. Ты творец, а творец может все. Кстати, стульчики неплохо вписались. Мы, в общем, поставили розовые стулья в итоге. Сначала хотели поставить серые, но поставили розовые. И они очень даже неплохенько вписались. Кстати говоря, сегодня у нас 10 свадеб здесь. И мы договаривались с организатором с одного зала. Так как у них должен был быть сбор гостей во флорентийской дворике. И как раз таки там, где у нас церемония. И мы договаривались по времени. В какое время они будут делать сбор гостей. В какое время мы сделаем сбор гостей. В какое время у нас будет церемония, чтобы у нас не было пересечений. Чтобы всем было комфортно максимально. И чтобы невеста ее не нервничала. И наша невеста тоже не нервничала. Поэтому это здорово, когда организаторы работают. Потому что они между собой могут там созвониться и договориться обо всем. И всем будет максимально комфортно. Попросила Наташа, чтобы она прикрыла как-нибудь нам пультовую. И посмотрите, какую она сделала нам композицию. Огромную. Чтобы прикрыть пультовую. Чтобы у нас пультовая тоже была красивая. Молодец, Наташа. Такая молодец вообще. Все задела. Задела она. Оп! Оп! И пультовая. И пультовая красивая. Все, и не видно. Норнева Ирина. Вообще, могу сказать, что этот ресторан, он старинный. Я впервые побывала в этом ресторане, будучи студенткой. В этот ресторан меня пригласили в этот ресторан пообедать. И я пришла в этот ресторан. Тут я захожу. Понимаете, вот эти старинные вот такие интерьеры. Вот эта вот красота вся. Сейчас вам покажу. Ну, понятно, что не было вот этой арки. Не стояли так стулчики. Но я захожу, будучи студенткой, и я просто впадаю в ступор. Потому что мне кажется, что это все недостойно меня. Что это настолько красиво, что я даже недостойна здесь находиться. Представляете, вот какое у меня было впечатление сильное от этого ресторана. Здесь ресторан сделан двориками такими. То есть вот это вот флорентийский дворик. И есть еще флорентийский дворик второго этажа. У нас недавно было мероприятие юбилей нашей невесты. Мы делали день рождения невесты нашей. И приглашали Алексея Чумакова на это мероприятие. У нас мероприятие было как раз таки на втором этаже. И у нас там же был сбор гостей. То есть на флорентийский дворик второго этажа. Сегодня у нас церемония непосредственно во флорентийском дворике. Это самое, ну, пожалуй, наверное, одно из самых красивых мест в этом ресторане. И мы решили максимально все разместить так, чтобы это было все очень гармонично. Так очень гармонично смотрится наш план рассадки. То есть если посмотреть цвет цветов. Кстати, цветы все натуральные. Цвет цветов такой вот пудровый и цвет наших стульчиков очень-очень гармонично совпадают. План рассадки, да, в такой дорогой, хорошей раме, в багете в таком, который тоже очень гармонично сюда вписывается. Мы постелили дорожку, потому что здесь изначально был камень. Он, конечно, тоже очень красивый этот камень и очень гармонично смотрится. Но нам хотелось, чтобы наша невеста прошла по дорожке, как королева. Эта дорожка, которую мы стелим, она изначально у нас покрыта пленочкой. И эта пленочка будет сниматься тогда, когда у нас уже подойдут молодожены. Потому что здесь несколько сегодня проектов, несколько свадеб. И так как много, много кто ходит по дорожке, мы, естественно, будем пленочку снимать, чтобы наша невеста получила в полной мере всю красоту колонны. Кстати говоря, у нас сегодня диджей тоже размещается на колоннах. Шкатулочка для колец, живой цветочек, пиончик живой внутри лежит. Ребята сегодня будут обмениваться обручальными кольцами. Ребята сегодня будут ставить подписи. И впервые их объявят мужем и женой именно здесь. Ну и, как я показывала уже, мы прикрыли Нептуна, потому что он здесь оголенный. И чтобы у нас не был оголенный мужчина за молодожеными. Хотя это тоже, кстати, очень красиво смотрелось, когда мне сегодня декоратор утром отправляли. Еще когда не была натянута вот эта вот центровушка, смотрелось тоже очень симпатично, когда посередине был Нептун. Так, ну-ка напишите мне в комментариях, а вы как считаете, получилось ли у нас реализовать задуманное, получилось ли у нас такая милая, симпатичная свадьба в старинных интерьерах, в центре, в самом центре Москвы. Нравится ли то, что мы сделали, или, может быть, вы бы хотели и видели бы это как-то иначе. Напишите, и мы с вами подискутируем на эту тему, обязательно. КОРНЕВА ИРИНА У нас сегодня диджей по имени Эльнич. Мам, пап, я на ютубе. Я на ютубе. Нам нужен лого, лого на экран. Когда он будет... Сейчас пустится мистер лого. Я не могу снимать репортаж. Понимаете? Вот, ребята, я не могу снимать репортаж, потому что они не дают мне лого. Значит, у нас сегодня большие вот такие композиции. Вместе нравится цвет охры, поэтому охра у нас преобладает. При этом у нас разные цвета. То есть здесь некий такой градиент через голубой в охру, и здесь вот через розовый тоже в охру. У нас необычный фарфор сегодня и необычная сервировка. Сейчас покажу, в чем необычность. Ну, во-первых, у нас старинный фарфор. Это от ресторана фарфор, так как ресторан у нас старинный. И в сервировке у нас сегодня присутствует, помимо стандартных вещей, там, вилочек, ножиков, у нас присутствуют палочки, потому что у нас будут роллы на банкете, поэтому у каждого гостя лежат палочки. Ну, естественно, хрусталь и пирожковая тарелочка. Она тоже в таком же стиле, что и фарфор основной у гостей. Также у нас у каждого гостя салфеточка вот с таким колечком, с бриллиантиком. И у каждого гостя меню. То есть гости смогут выбрать, что они хотят покушать на горячее сегодня. Поэтому у каждого гостя на тарелочке лежит меню. Зал достаточно сложный сегодня в рассадке, потому что здесь колонны везде. Раз колонна, два колонна, три колонна, четыре колонна, пять колонн. Здесь везде колонны. В общем, рассадить гостей достаточно сложно. Пятенка, когда я пришла, президентный стол стоял вот здесь. Но вот здесь стоит экран и сцена. И мне показалось, что это не совсем будет все-таки гармонично и хорошо. Поэтому мы переставили президентный стол и поставили так, так как у нас гости заходят отсюда. Они видят сцену и они видят президентный стол. И вот он, этот президентный стол. Как раз таки прям четко перед взглядом гостей. Мы положили дополнительно дорожку. Сделали еще композицию сюда, композицию сюда. И вот он, президентный стол. Практически все цветы здесь у нас сегодня живые. Поэтому стоит аромат цветов. Очень красиво. И так как на президентном столе вот здесь вот есть зеркальный пластик. И он имеет такое углубление. Соответственно, идет отражение. И это очень хорошо выглядит. Сегодня арендная мебель. Мы привезли президентный стол. Сегодня мы его взяли в аренду специально. Потому что нам хотелось, чтобы он был современный, красивый. И заметьте, что на президентном столе у нас не стоит ничего. То есть здесь будет только угощение для наших молодоженов. И вот они видят сцену. Они видят выступление кавер-группы. Они видят все, что будет происходить на экране. На экране появятся сейчас логотипы. На экране будут появляться видео различные в течение вечера. Здесь у нас отдельно стоит колонна. Колонна мы поставили сбоку, чтобы она не особо попадала в кадр. Потому что на эту колонну мы разместили как раз таки шкатулочку для денег. Не на президентный стол мы ее поставили, а именно сбоку, чтобы ее не было видно. Потому что в течение вечера эта шкатулочка будет наполняться конвертами. В течение вечера, чтобы не было никаких посторонних лишних предметов, мы поставили это все дело на колонну. Зал называется Серебряный. Все в серебре. И за задником красивое очень окно. И здесь задник. И внизу мы подсветили двумя ледварами. Это свет дополнительный. Цвет всегда добавляет объем. У нас сегодня свет по всем углам, везде, где только можно. Мы расположили световые приборы. Стульчики мы выбрали серого цвета, потому что они подходят также под стиль зала. В общем-то розовый тоже подошел бы. Но мы решили, что розовый мы поставим на церемонию. А на сам банкет выберем именно серенькие такие серебряные стульчики. Сама композиция достаточно высокая. Если посмотреть, вот смотрите, где заканчивается стульчик и где заканчивается композиция. Я вот сейчас сяду за столик, и вы это все сами увидите. Так, сейчас сажусь. Первый раз попробую почувствовать себя гостем. Вот смотрите, вот уровень моих глаз. Я все вижу, я все вижу. А композиция значительно выше. Значительно выше моей головы. То есть это означает, что гостям будет уровень моих глаз где-то вот так вот. А композиция вот тут. То есть это означает, что гостям будет максимально комфортно. И будет хорошо все видно, и не будет никаких проблем. Напитки стоят на обстановочных столах. То есть они не стоят на гостевых столах. Никаких бутылок на столах гостевых нет. Здесь будет только угощение и закуски. Привет! Привет! Прямо маленькая камера. Маленькая камера, которая снимается в 4К, заметьте. О, простите, надо поменяться. Да. Здесь мы оборудовали сцену большую. Очень долго думали, куда же поставить колонки, чтобы они никому не мешали. Чтобы пультовая никому не мешала. В итоге оборудовали все это в этой стороне. И большой хороший экран. Сегодня у нас будет много шума. Будет очень весело. Итак, сейчас свет есть. Я сегодня целый день ругаюсь на Пашу, что света мало. Но вот сейчас Паша полностью выключит свет. И вы увидите, что такое, когда света нет. Вот смотрите, если бы мы сегодня не привезли световые приборы, то гости, зайдя в зал, увидели бы вот такой вот зал. Вот такой вот зал. А сейчас Паша включит свет и покажет, как он выглядит, этот зал со светом. Ну, я думаю, что и разница, честно говоря, очевидна. Давай еще раз, Паш, выключи. Вот зал полностью без света. То есть если бы не было бы никаких световых приборов сегодня. И зал со светом. Еще разочек. Ага. Супер, спасибо. Я думаю, что всем все стало понятно. Ну-ка, напишите мне в комментариях, все ли вам стало понятно. Нужно ли привозить свет на мероприятие. Или, в общем-то, можно обойтись спокойно без света. Жду от вас в комментариях. Да, да. Так, у нас снимается пленка, как я говорила, и дорожка становится сверкающая, блестящая. Видите? Виктория, Виктория. Тот стучи, когда человек предан делу, понимаете, на 100%. Не жалея, не жалея свои вещи, свою одежду. Ты, может быть, тогда стой там, где гости. Я Вику заберу, а ты-то надо гостей и встречай. Ну, спрашивай. Они вас как будут? Спрашивай. 16.00. Все хорошо. Спрашиваешь, если Борислав Ксения, то... Да, на фуршетику. Ага, хорошо. Проходим. Так, фуршетик у нас уже накрыт тоже. Сейчас я покажу. Арсений у нас на встрече гостей. Вику я сейчас забираю. А гости проходят на фуршет. Спокойно. Так, здесь у нас фуршет будет происходить. Там у нас стоит уже наш Арсений. Он встречает, будет встречать наших гостей. Так, у нас собрались гости. Уже мы вытерли дорожку, потому что дорожку всю покоцали. Папа ждет невесту. И мы стоим на дверях с тобой. Что-то пошло. Невеста с папой стоят там рядышком. Как только первые нотки, мы с тобой... И дальше уже открываем. Хорошо открываются. Давай, репетиция открывания дверей. И дальше идет невеста с папой. Вика в этот момент побежала сейчас, чтобы все урегулировать. по сборку и буквально прям вот считанные минуточки секундочки остаются до того момента как невеста с папой появится на церемонии а жених кстати говоря сразу стоит на церемонии со что у него надо забрать бокальчик я побегу заберу бокальчик а возьми сходи сходи возьмем бокальчику да все мы можем начинать главное чтобы диджей правильно поставил музыку сюда прям невесту сюда ближе надо все давай начинать как микро часть церемонии мы с вами не услышим то что мы за дверями находимся но вторую часть я надеюсь услужу нас невеста джених сразу стоит на церемонии облицаживание везде от обелезания всех вас в этом красивые спрошли за мной и 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 Дорогие твои славы и синие, сегодня целое прекрасное, самое незабываемое событие в вашей жизни. Вы создаете силу. И это начало доброго союза двух любящихся детств. На твердости ваших намений и бесконечности вашей любви я прошу вас обвиняться обручальными пользами древним символом непрерывности брачного союза. И я прошу Тимофея вывести вам ваши обручальные пользы. Ваш брат зарегистрирован. Я торжественно отъявляю вас с мужем и желаю поздравления. Так, я тогда начинаю и приглашу молодоженов, они придут. Да. Ой, сматой, давай еще. Ой, да-да-да, это было прям хорошо. Отойдите, отойдите, нет, ничего не трогайте. Отойдите в стороночку, в стороночку, в стороночку. Все готовы? Раз, два, три. Вспышку, Андрей, где ты? Не трогайте стулья, поставьте, пожалуйста, на место. Спасибо всем. Все, спасибо, все свободны, молодцы. Раз, 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 два, три. Отойди, отойди, отойди. Раз, 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 два, три. Не помогайте. Не помогайте. Бросьте ее. Нельзя помогать, что ли? Мы не ударим. Всем спасибо, все молодцы, друзья. Очень классный фонд, да? Все, бросайте палочки. Все, готовы? Итак, все, как мы с вами репетировали, все четыре стола. Первый, второй, третий, четвертый стол. Давайте бурными, аватами. Третье, пневморка, тоже два. Наш полный класс. Вы с вами все две, прошу, главного стола. Итак, пока у нас идет банкет на первом этаже. Для детишек у нас отдельный банкет, отдельная вечеринка. У нас приглашен аниматор. И отдельно накрыт столик для детишек. Детишки кушают, и аниматор с ними играется. У них своя вечеринка, своя свадьба, как говорится. А у взрослых своя вечеринка, своя свадьба на первом этаже. Друзья, приготовьте ваши телефоны. Аплодисменты всем вам, нашим молодоженам, нашей замечательной группе. Друзья мои, ну что, танец у нас прошел. А работа продолжается. Работа клининга продолжается. Идов сюда в субботу. А быть может воскресенье. Просто мы с Дарьей сегодня на полставки клинингом прорабатываем немножко. Реально. Мы сегодня целый день драиваем вот эту вот дорожку. Целый день. Дарья говорит, можно, пожалуйста, в следующий раз? Черная дорожка. Мы, говорит, заколебали, если честно. У нас сегодня проблема века. Это то, что все, кто приходит в Турадот, все хотят фотографироваться на нашей арке. Все, у нас вынесли тортик. Всех невест позовите. Дарья приколистка. Я не могу. В общем, у нас вынесли тортик. Мы сначала выносим обычно торт, а потом призываем молодоженов выйти. У нас иначе все устроено. То есть обычно молодожены выходят и к ним приходит торт. У нас иначе. У нас сначала выходит тортик, потом выходят все остальные. Потому что нам кажется, что это более эстетично. Делай просто, подальше встань. Да. Гостя у нас как топлив. Там у нас тоже все готово. Диджей готов. В общем, кого-то не хватает. Как обычно, кого-то не хватает. Давайте поддерживаем Владислендарю. Первый кусочек торта. Прямо сейчас. А вот, что там, на телеведущего тоже. Здоронто! Ну что ж, на этой сладкой ноте я хочу вам сказать. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте пальчик вверх. Напишите в комментариях, как вам красивейшая свадьба Борислава и Ксении, которая прошла в историческом месте в ресторане Турандот. Сейчас уже Турандот погасил свои огни. Уже стемнело на дворе ночь. А мы с вами прощаемся. Спасибо, что посмотрели это видео. Мне, конечно же, очень нужна ваша поддержка. Мне очень нужны от вас комментарии. Мне очень нужны от вас реакции. Потому что достаточно сложно, еще раз хочу сказать, снимать репортажи и организовать мероприятия. И далеко не каждый может это делать. Поэтому ваша поддержка мне очень-очень нужна. Все, прощаюсь с вами. Всего хорошего и пока-пока! Банкетный зал, побережье веранда. Рядом с Ириной крутая команда. Каждая девушка свадьбы достойна. Веселой, красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы. Только для вас открывает секреты. Сказка становится с нею реальной. Ваша свадьба может стать уникальной. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова